В недалёком будущем региональные авиаперевозки ждут большие перемены, уверены эксперты отрасли. На круглом столе в Наринмаре обсудили возможности развития маршрутной сети, снижение сдержек и перспективной технологии авиастроения. Самолёт на воздушной подушке, вертолёт на жиженом газе и даже старый добрый Ан-2 в новом качестве. Вот далеко не полный перечень идей российских авиаконструкторов. Слово моему коллеге Дмитрию Щепанову. Новейшее навигационное оборудование, ЖК-дисплей в кабине пилотов, заострённый нос. Только двойное крыло да знакомый фюзеляж выдаёт в этом самолёте старушку Ан-2. Сибирский институт гражданской авиации проводит глубокую модернизацию самолётов. Повышается их экономичность и скорость. Модернизированный самолёт можно заправлять керосином вместо авиационного бензина. Он летает дольше и быстрее, комфортабельнее и безопаснее. К примеру, выполнять управляемый полёт на скорости в 45 км в час не способен ни один современный самолёт. Сами разработчики говорят, что модернизация Ан-2 не панацея, но она даст российским конструкторам несколько лет на разработку замены Аннушке, пока это не сделали зарубежные фирмы. Между тем, с каждым днём нарастает потребность в универсальном региональном самолёте, таком, который мог бы эксплуатироваться в любой части страны, легко ремонтироваться и потреблять как можно меньше дорогого авиатоплива. Почему мы на всех уровнях поднимаем вопрос о создании единого типа регионального самолёта? Потому что авиация не терпит как минимум двух вещей. Она не терпит суеты и мультяшения. Похожая ситуация с вертолётным парком. Ми-8 нуждаются в обновлении, так как не только износились, но и устарели морально, отстав от зарубежных машин. Гендиректор Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук задаёт вопросы. Почему на Ми-8 нет, к примеру, установки автоматического зависания и спасательных платов повышенной вместимости? Почему нельзя поднять пол в кабине до уровня иномарок, а пространство под ним использовать, например, для топливных баков? Но при этом говорить о покупке иностранных вертолётов пилот не хочет. Не придумали ещё западные инженеры машину, которая приблизилась бы по надёжности к восьмёрке. Могу сказать, мы эксплуатируем вертолёты Ми-8 МТВ с 90-го года. Налетали больше 40 тысяч. За 20 лет эксплуатации за 40 тысяч ни одного отказа от двигателя, ни одного отказа от двигателя, ни одного отказа от трансмиссии. Эксперты говорят, проблема обновления парка архиактуальна. Борта, которые летают по 20-40 лет, однажды просто скажут «стоп» и откажутся лететь. Региональным авиакомпаниям предстоит нелёгкий выбор. Импортная техника с высокотехнологичным оборудованием на борту или отечественные машины, которые сами пилоты по надёжности сравнивают с автоматом Калашникова. Сейчас, с моей точки зрения, более реальная перспектива заменять нашу технику продукцией совместной разработки, совместного производства с зарубежными партнёрами. Однако конструкторам и производителям следует торопиться, иначе волну обновления авиапарка можно упустить. И вместо Ми-8 и Ан-2 «Северное небо» будут рассекать зарубежные машины, собранные на российских предприятиях, без возной пошлины, а значит, не слишком дорогие.